Я маме в школьном переулке никого не удивить. Эта улица в Барнаульском поселке Ягодная никогда не видела асфальта. При растущем с каждым годом потоке машин и пешеходов переулок соединяет важные точки села. От улицы Центральная к улице Первомайская и далее к транспорту общественного пользования. По этой же улице, с улицы Первомайская, к магазину Центральная, наши ребятишки, школьники. И выходят к школьному автобусу. Большая часть, скажем, жителей к ФАПу идет по данной улице. Дмитрий Васильчук несколько лет борется за появление здесь полноценной дороги. Но на все его заявления в администрацию получает однотипные ответы. Инертного материала нет, то есть чем отсыпать. Средств нет. В 2022 ему написали, что рассмотрят включение дороги в программу ремонта на 2023 и последующие годы. Спустя год переулок все еще вне планов. Домами скидываются, закупаем машины, сами своими силами засыпаем, где что-то проваливается. А, ямочные. Да. Так отсыпать и полностью отсыпать. Денег надо немало. У нас парковка возле центрального магазина все заставлено. То есть там бывает такое, что некуда поставить машину. Вот здесь вот 20 тонн щебня. Здесь вот была яма буквально по колено. Мы проваливались, потому что машина едет, и она просто туда падает. То есть любая машина может туда выехать. Я смотрю, она уже утрамбовалась. Грубо говоря, на следующий год надо будет заново засыпать. Подливает воду на дорогу местный артезианский водозабор. По словам жителей, организация с регулярной периодичностью сбрасывает излишки прямо в переулок. Все это дополнительно образует лужи и размывает дорогу. Расположение артезианского водозабора в центре квартала индивидуальной жилой застройки и рельеф местности не позволяют организовать систему отвода поверхностных вод с территории водозабора за границей поселка. В местной администрации нам пояснили, что еще несколько лет назад жилых домов по школьному переулку не было, поэтому его и не планировали асфальтировать. А сейчас в очереди на дорогу центральные улицы. И в масштабах поселка они приоритетны. Так что власти советуют жителям объединяться для включения переулка в народные программы ремонта. Ведь стоимость асфальта на всем школьном сельсовету не по карману. Если ориентировочно на сегодняшний день, то это порядка 1,9 миллиона. С 2016 года у нас краевая программа действует, проект поддержки местных инициатив. И с прошлого года, как раз по дорогам, 4 дороги уже 2 в прошлом году и в этом году мы защебенили в рамках городской программы инициативного бюджетирования. И стоит учесть софинансирование. Не меньше 5% для краевой программы и 10% для городской. Но смогут ли десяток домов собрать такую сумму – сомнительно. И возможно, жителям придется засыпать ямы и ждать, пока комфорт не придет на центральные улицы Ягодного. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком.